Приоритетные направления развития экономики Республики Южная Осетия. Первая научно-практическая конференция под таким названием прошла в Юго-Асинском государственном университете. Инициатором выступила кафедра экономики. В работе конференции приняли участие ректор Юго-Асинского государственного университета Вадим Тедеев, сотрудники отдела экономики, научно-исследовательского института, а также весь преподавательский состав факультета экономики. Доклады на тему направления развития экономики подготовили около 20 человек. На сегодняшнюю конференцию было вынесено пять докладов. Их представили молодые преподаватели, у которых своё яркое видение путей развития экономики нашей страны. Конференция стала логическим продолжением «Круглого стола», который проходил в 2014 году. С открытием конференции всех присутствующих поздравил ректор Юго-Асинского государственного университета Вадим Тедеев и высказал им свои пожелания в дальнейшей работе. Я хотел, чтобы наши научные доклады, наши научные статьи имели место в области научных исследований более углублённо, потому что не факт, что у нас есть научные доклады, научные статьи, которые мы публикуем, но они больше напоминают рефераты, нежели научные статьи. Основательно, что мы довели до всех наших преподавателей, особенно молодых преподавателей, чтобы они поняли, что такое научные исследования, что такое научная новизна, что такое научный доклад, что такое статья, чтобы мы уже знали, что раз мы уже берёмся за такое важное и ответственное дело, как написание научной статьи и научного доклада, чтобы мы чётко уже знали, что есть специальные требования к этим статьям, к написанию этих статей, которых мы должны придерживаться. Однозначно. С первым докладом выступил молодой преподаватель Джамбулат Таттаев. Тема доклада – к вопросу о стратегии инновационно-инвестиционного развития Республики Южная Осетия. В работе проанализированы основные проблемы, которые негативно влияют на уровень инновационной привлекательности республики. После выступления докладчика участники конференции задавали ему вопросы и активно обсуждали актуальные вопросы развития экономики. Подобные конференции станут ежегодными и будут оказывать большую помощь как самим преподавателям, так и студентам. Материалы конференции войдут в сборник, который будет опубликован в конце 2015 года.